Дорогие друзья, это программа BITREX24 спрашивает, и я ее ведущий Юрий Николаев, директор по продажам компании 1S BITREX. Сегодня с нами студия Эксперт, который не только является преподавателем лидерства в различных MBA программах, но и возглавляет исследовательский проект, который изучает различные факторы успеха в лидерстве и менеджменте. Это Филипп Гузенюк. Филипп, рад приветствовать в нашей программе. Друзья, здравствуйте. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на канал 1S BITREX для бизнеса, поставьте лайк этому видео и посмотрите в описании методичку по продажам в мессенджерах и соцсетях. Мы начинаем, поехали. Сегодня мы поговорим о том, как сохранить баланс между работой и семьей. С этим вопросом к нам приехала предпринимательница из Москвы Анна Чижова из компании LINE. Анна, рады вас приветствовать. Здравствуйте. Меня зовут Анна Чижова, я сооснователь компании LINE. Мы сотрудничаем с 1S BITREX уже 7 лет. Начинали с веб-разработки и доработки программных продуктов 1S BITREX, а сейчас перешли полностью на внедрение CRM-системы BITREX24 и автоматизацию бизнеса. Мы внедряем BITREX24 и помогаем получить нашим клиентам максимум от работы с CRM-системой. Основными направлениями для нас являются доработка системы BITREX24, обучение персонала и руководителей и автоматизация бизнес-процессов. Мы работаем с представителями малого и среднего бизнеса, которые хотят получить от CRM-системы больше, чем просто записьную книжку. Наши цели на ближайшее время войти в топ-10 интеграторов CRM-системы BITREX24 в России, развиваться в направлении бизнес-консалтинга и обучения и выйти на рынок СНГ и Европы. У нас семейный бизнес и мы с мужем являемся сооснователями и соучредителями. Естественно, встает такой вопрос, что есть семья, есть работа и нужно находить какой-то баланс между этим, потому что буквально в такой ситуации работа происходит каждый день на протяжении 7 дней в неделю. Это бывает и вечером, по выходным, праздники. То есть независимо от всего, у тебя работа вместе с семьей, это все в таком находится каком-то союзе и нужно найти все равно баланс и не уходить за головой в работу и все-таки уметь уделять время семье и говорить на какие-то отреченные темы, не только о работе и уметь уделять время друг другу. Запрос понятен. Наверняка у Филиппа найдется, что порекомендовать. Ну, базовая история, она про то, чтобы прямо вот до глубины души прочувствовать тот факт, что зомби – плохие менеджеры. Ну, то есть так в эту ситуацию попадают очень многие люди, когда я думаю, что вот чем больше я вложу, как бы если я вот прямо вот уже с 7 утра и до 11 вечера я буду просто вот на связи, то, ну, все будет хорошо, я буду молодец, я сделаю свою работу. На самом деле есть такая очень крутая фраза одного известного понимателя, говорит, что, слушай, ну, если ты все время занят, когда ты будешь зарабатывать деньги? Потому что нужна свободная голова, да, и вот я вижу, что для очень многих людей вроде все понятно же, да, но кто не знает, что нужно там жить в балансе, там, круг баланса, там, время в семью, там, время, ну, там, какой-то спорт, все понятные вещи, но пока оно внутри не встраивается, и ты прямо вот, ну, с очевидностью не понимаешь, что вкладывая в семью, вот, создавая свои семейные ритуалы какие-то, ты, ну, как человек и пароход получаешь настолько больше, чем когда ты вот в очередной мессенджер там ответил. Пока этого осознания не происходит, что бы ты ни смотрел, что бы ты ни книжки бы ни читал, ты не двигаешься дальше, поэтому вот у меня вопрос к вам, точка боли, как бы, да, вот люди меняются не когда просто хочется поменяться, когда уже назрела, вот у вас назрела ситуация или нет? Нет, я думаю, что вот такой прямо боли, конечно, ее нет, мы все равно стараемся найти этот баланс, и правильно вы сказали, да, что там какие-то книги, ну, вообще вот колесо баланса, изучение всей этой тематики, мы все равно этим занимаемся, и, конечно, мы идем в сторону того, чтобы как-то наладить все в балансе, и, ну, как бы изучаем эту тему, и поэтому нет такой прямо острой боли, но все равно некие вопросы, конечно, присутствуют. Если так вот прокомментируй здесь, то много собираем со всего мира лучшие практики счастья в деятельности и в жизни. Есть такой доктор Мартин Селегман в США, он основатель позитивной психологии, и вот он прямо говорит, что одна из самых высокооктановых семейных практик совместного счастья, которая перезагружает всю семью, это заранее спланированная идеальная суббота, когда вот именно на выходные и воскресенье планируются до деталей, до мелочей, как мы кайфово, там, не работая вообще ни секунды, построим свой субботний день, так, чтобы действительно и мне, и тебе было очень хорошо, и нам было вместе отлично. И оказывается, что когда мы это обсуждаем, то мы уже начинаем в семье погружаться в вопрос, а что, на самом деле, мы хотим. Потому что, когда ты постоянно в работе, у тебя атрофируется, да, такой, да, точка желаний. Ты все время в режиме надо, в режиме я функция, чтобы получить результат, а что я хочу, я уже не помню. Ну, потому что это, как бы, такой нон-стоп. Поэтому, когда мы в паре начинаем, слушай, а ты чего хочешь, а я еще хочу. Это не вот завтра нужно, и это ситуация потенциального конфликта. Если есть время, то мы лучше друг друга узнаем через это. Вторая штука, когда у нас есть в конце недели запланированное что-то такое, о чем мы договорились, я тебе не дам срулить, и ты мне не дашь срулить, это приятное и хорошее, то всю неделю оно такими микродозами, да, вот по такому, как бы, да, акупунктурному принципу, принципу гомеопатии. Встраивается в твой день, ты помнишь, что там вкусная конфета отложена, у тебя есть хорошее время в конце недели. Поэтому, по сути, вот одно это действие, один ритуал, планировать вот конец недели, он очень важный. Вторая история, которая есть, ну, там, и как бы, конечно, когда ты в процессе отдыхаешь, что-то очень там перезагружает, тоже это понятная история. Вторая практика по значимости для такого семейного счастья, это то, как происходит переключение из режима «я работаю» в режим «я дома». Вот есть такая интересная цифра, когда просто телефон лежит на столе, я даже его не трогаю, то по данным опросов пара будет воспринимать качество внимания, которое человек выдает тебе, на 20-30% ниже. То есть даже если я не беру и ничего не пишу, то он просто вот в поле зрения присутствует, он уже намекает на то, что я не с тобой, я в соцсетях, для меня важны люди, которые вот там. И по сути, что мы сегодня видим, что дома у людей не остается места, когда они только вдвоем. Мы все время с кем-то еще, кто вот по мессенджерам как-то еще с нами общается. Поэтому базовая штука, есть ли у нас время без телефонов, есть ли у нас время, когда мы действительно, ну, просто вместе и даем друг другу не количество внимания, а качество, потому что 15 минут тотального внимания, просто вот послушать человека, да, как-то вот с ним поговорить, они стоят 3-5 часов, когда мы вместе отсутствуем в отношениях, будучи в одном пространстве. Ну и очень важная штука, что маленькие ритуалы, например, ритуал такой сбора благодарностей за рабочий день. Вот у нас, допустим, есть какое-то время, там, в 7 вечера, в 8 вечера, когда мы говорим, что это все, вот после этого у нас телефонов нет, причем это улучшает сон, там, ну, факторов очень много. И вот как мы переходим в режим домашний? Мы выдаем по 3-4 благодарности дню, вот за что сегодня, вот где я сегодня был? Айда Пушкин, Айда Сукинсен. Вот что у меня получилось? Где я молодец? Почему так? Потому что когда мы переходим в вечер, в режим семейный, без фиксации того, что круто было в дне, у нас что происходит? Вечером воля падает, качество внимания падает, контроль над мыслями падает. За день накопилось куча всего, куча разных кейсов, куча незаконченных задач. Ты вроде бы выдохнул, но ты сидишь на диване, ты не работаешь, по факту тебе хуже, чем когда ты работаешь, потому что у тебя накапливаются мысли, ты не можешь их обработать, у тебя состояние фрустрации. Так вот, гормон кортизола выделяется, и в этом смысле происходит страшная штука, потому что я маркирую внутренний организм, тело маркирует семью, как пространство, где мне хреново. Источник стресса. Потому что я сижу, я не могу позвонить, что, блин, я же должен быть вместе, да? И я когда набираю это из-под полы, и вот это постоянная история на разрыв. Поэтому, а когда ты выдаешь благодарность дню, особенно вслух, особенно если вы этим обмениваетесь, то ты маркируешь четко, что все, переключение, ты на позитиве, у тебя там уже окситоцин, серотонин, да, вот эти все ребята пошли в кровь, ты такой уже как бы мурчащий кот, у тебя уже вечернее время, да? И ты можешь быть в контакте и дать друг другу вот это вот пространство, побыть просто хорошими, ценными, как люди, без того, что я вот хороший менеджер. Мне кажется, что вот в этой теме жизненного баланса мы уже очень много поговорили о семье, но при этом пока о работе не так много. Аня уже поделилась, что возглавляет семейный бизнес, и я вот хотел бы понять, помимо того, чтобы соблюдать баланс между работой и семьей, есть ли какие-то еще боли внутри бизнеса, собственно? Да, конечно, есть. Сейчас очень актуальный вопрос для нас, это то, что мы хотим расширять команду именно офлайн, то есть именно офисную, да, такую историю, и, конечно, хотелось бы создавать, и мы создаем атмосферу более дружественную, то есть такую, может быть, отчасти немного неформальную. И вот я хотела узнать, как в таком контексте вообще соблюдать субординацию, нужно ли ее соблюдать, да, чтобы твои сотрудники понимали, что ты не просто друг, а ты все-таки руководитель, но в то же время была какая-то атмосфера дружелюбная, и люди могли общаться между собой. Этот вопрос нам часто задают, мне кажется, он актуален будет для всех. Я снова упомяну, что когда мы противопоставляем эти вещи, вот либо тепло, доверие, да, вот какой-то близкий контакт, либо там сроки, обязательства, вот у нас на разных чашах это лежит, то мы создаем ментальную модель, в которой мы начинаем себя как руководитель на части разрывать. То есть я либо какой-то должен быть такой теплый, либо я такой строгий. А такая, так называемая, правда, хотя что есть правда, просто некий фокус внимания в том, как мне сделать синергию. Чем теплее, чем больше доверия, тем больше ответственности. Но вот важный ход, который тут делают компании успешные в этом деле, они человеческое, то есть тепло, доверие, отношения, знания, какие у тебя цели развития, твоей мотивации, интерес, что у тебя там, как у тебя в семье, то есть вот контакт такой человеческий, они забирают, оставляют людям, а контроль делегируют на прозрачные системы. То есть фишка в том, что я создаю такие правила игры, такие договоренности, когда не сделать уроки не вариант. Знаете, когда там в семье написание уроков, это работа мамы или папы, и ребенок расслабляется и говорит, а что там у нас сегодня, давайте, что мы будем учить. Вот в этом смысле такое попустительство происходит, да? А когда мы определяем правила игры, в которых нужно отвечать за свои слова, выполнять задачи, а я тебе помогаю быть успешным в этом контексте, вот тогда происходит совмещение этой истории. Да, абсолютно соглашусь. И нужно как-то пытаться найти, как вы сказали, эту синергию, и, возможно, как-то строить общение так, чтобы команда хотела помочь тебе в достижении своих целей, и ты помогал им в достижении их целей. Вот хэштег, по которому нужно смотреть в эту сторону, называется «приглашающее лидерство». Мы об этом еще не говорили в прошлых выпусках, я коротко расскажу. То есть способ работы в режиме «я могу и влиять», я вовлекаю такой. Я, например, если мы ставим цели, я беру и делаю свой целевой слайд на салфетке, вот как я понимаю, куда мы ко мне должны пойти. Я еду там, да, где-нибудь в такси, и про это думаю, просто вот накидал какие-то цели. Дальше я не выхожу на совещание, не говорю, коллеги, наши цели вот такие. Я занимаюсь внутренним консультированием. Я говорю, Петь, можно 5 минут отвлечься, там, да, вот хочу тебя позвонить. Слушай, я тут подумал, цели хочу поставить примерно вот такие. Ты что про это думаешь? Что бы добросил, что бы изменил? Петя рассказывает, да, потом Вася, слушай, мы тут с Петей поговорили о целях. Вот, ну, мы думаем, что примерно вот так. Ты что про это думаешь? Я прощупал сначала самых лояльных, они мне накидали с любовью, да, что важно докрутить. Потом я прощупал тех, кто, может быть, критический взгляд, также лично, по 5-7 минут просто вот, да, можешь там немножко поговорить? То есть у меня, когда я пришел в команду, я говорю, ребят, смотрите, мы с вами, там, ну, я не со всеми просто успел поговорить, ну, с большинством из вас пообщался, думаем, что у нас вектор примерно вот такой. А что вы думаете? Да бросьте еще. Видите, я с одной стороны задаю вектор, с другой стороны, я постоянно вовлекаю людей в процесс. Поэтому такое, как бы, лидерство как приглашение, а не как давление, это вот метафора нового времени. Поэтому крайне важно вот в этот режим переключаться. Да, я соглашусь, очень хотелось бы этому научиться, и мы, опять же, стараемся именно такой вектор развития держать, чтобы мы могли задавать этот темп, могли задавать собственные интересы, но в то же время, чтобы наши сотрудники тоже могли высказать свое мнение, какие-то привнести идеи, потому что, ну, часто сотрудники иногда даже могут знать, что это лучший руководитель, и я думаю, важно их слушать, прислушиваться и как-то их мнение тоже использовать в работе. Супер. Есть время еще на один вопрос, Аня. Задай самый главный из тех, которые остались. Я думаю, что самый главный сейчас и актуальный вопрос для нас – это как интегрировать свои жизненные ценности в компанию, и вообще нужно ли это делать. То есть я могу на примере привести, да, что, допустим, я являюсь вегетарианцем, мой муж тоже вегетарианец, и мы также заботимся об экологии, мы стараемся сортировать мусор или, ну, вот, то есть какие-то делать такие вещи. И нужно ли это вообще интегрировать в работу, то есть, допустим, нужно ли у себя в офисе тоже сотрудников просить, чтобы они сортировали мусор. То есть именно не заставлять, да, не делать это обязательно, но как-то поощрять, да, или там, например, если хотелось бы поощрять сотрудников, которые не курят, нужно ли это вообще? То есть имеет ли смысл корпоративную культуру развивать именно в ключе собственных жизненных ценностей и собственных представлений? А почему возникает такой вопрос? В чем вот противоречие или почему в этом есть сомнения? Ну, интересно просто, нужно ли это, и нет ли здесь какого-то выделения, да, одних сотрудников перед другими? То есть если, допустим, вот мы возьмем такой простой, наверное, пример с курением, что есть сотрудники, которые курят, есть не курят. Если, допустим, мы каким-то образом поощряем сотрудников, которые не курят, не выделяем ли мы их этим и не обижаем ли тех, которые курят? Ну, то есть тут вот нет ли в этом какой-то дискриминации и вообще, ну, насколько это необходимо? Я бы сказал, что здесь ситуация индивидуальная, и нужно смотреть, ну, прежде всего, внутрь себя. И, соответственно, вопрос, бывает такое, что для меня прям вот я не могу, то есть, ну, я там бегаю эти марафоны, у меня все про здоровое питание, это вообще для меня философия, на которой я стою, я не могу работать с ними, которые вот не такие. Я псих, я маньяк, для меня это жестко. Я говорю, что, ребят, смотрите, извините, люблю, уважаю, но у нас компания вот про это. И я знаю компании, которые на этом основывали, сделают очень мощную, сильную культуру. Она говорит, мы всех уважаем, всех любим, но у нас вот про это. Это может быть такая позиция. Может быть такое, что для меня это, ну, такой nice to have. Я не хочу людей как-то, ну, вот, нет такой жесткости внутренней, нет такого, что я вот или так, или никак. И тогда действительно какие-то более мягкие способы работы, ну, вот про это рассказывать, да, быть примером этого. Вот вообще в целом как бы как-то поощрять за ценности, я считаю, не очень хорошей стратегией, потому что она разделяет, что бы мы не поощряли, это создает как бы такой, ну, раскол. Скорее, есть разные прикольные штуки на уровне, как можно компанию пропитывать ценностями через, вот, через любовь. Например, формат такого нарративного подхода, когда мы собираем истории про то, а в чем прикол того, чтобы такой формат вот жизни, в чем вообще кайф этого всего. Мы начинаем это вместе исследовать, и у людей возникает доминанта, да, в мозге. Да, вот это как раз и хотелось узнать, что, может быть, какие-то ценности, они могут стать как раз основой корпоративной культуры и сделать это некой фишкой компании, возможно, и каким-то бонусом. И не делать из этого какое-то там шоу, то есть не заставлять всех там не есть мясо или что-то, конечно, нет, ни в коем случае. То есть именно, может быть, брать из собственных жизненных ценностей какие-то фишки, которые могут стать основой корпоративной культуры компании и двигать ее вперед, и опять же, каким-то образом, да, выделяться среди других подобных компаний. Возможно, люди придут с такими же жизненными ценностями, и это будет для них таким, в общем, каким-то местом. Вот есть такое упражнение хорошее, такие три круга рисуешь, круг я, круг компании, круг клиенты. И вот если в я ты пишешь, что для меня важно и ценно, во что я базово верю, в круги компании, во что мы верим, и в круги клиентов, как бы, с какими клиентами мы работаем, то вот самые сильные сообщества, самые сильные вот такие крепкие связки возникают с теми, с кем мы в одно верим. Поэтому вот имеет смысл это декларировать внутрь и наружу. Вот бренд inside, бренд outside. Такую историю делать. Ну что ж, мне кажется, мы хорошо поговорили, и самое время перейти к острым вопросам, которые мы обычно задаем гостям нашей программы. И в этот раз острый вопрос – это достаточно практичная ситуация, с которой, возможно, вашей компанией скоро придется столкнуться. Любая компания, будет то семейный бизнес, или, например, когда основатель один, она сталкивается с ситуацией, когда нужно передать операционное управление кому-то. Не обязательно должен быть новый генеральный директор, но, допустим, хотя бы зам, по каким-то операционным вопросам. И вот, Ань, представьте, в вашей компании есть два кандидата на заместителя директора. Оба выросли внутри компании, у обоих похожие компетенции, и, в принципе, работа обоих вас устраивает. Отличает их только возраст. То есть один кандидат, он в таком интервале 25-30, а другой ближе к 50. Кому из них вы отдадите предпочтение? И почему? Ох! Я же предупреждал, что будет острый вопрос. Да, это сложный вопрос. Он такой, конечно, у меня на него двоякое какое-то мнение. А давайте попробуем развить его. Да, с одной стороны, наверное, я бы отдала предпочтение более молодому кандидату, потому что я сама молодая, и нам было бы ближе, именно, может быть, мне там как-то по характеру было это ближе, или мне было бы проще передать свои обязанности, проще объяснить. Он был бы более похож на меня, что ли, и мне было бы проще с ним работать. С другой стороны, конечно, я понимаю, что человек, в принципе, более взрослый, он может быть более опытный. И здесь вопрос не личных, конечно, симпатий, ни в коем случае. Нужно обязательно выбирать по профессионализму. И, наверное, опять же, если говорить о корпоративной культуре возвращаться, то, наверное, этот человек должен быть лидером, разделять ценности компании, и я должна в нем видеть вот такого лидера, который может все в себе объединить и повести за собой, и исполнить все рабочие обязанности. Спасибо. Анна дала достаточно дипломатичный ответ. Я уверен, что Филипп в ходе работы с первыми лицами компаний наверняка не расталкивался с ситуацией, когда есть вот такая возрастная вилка, и нужно выбирать между молодым кандидатом и очень взрослым кандидатом. Как обычно такие ситуации решаются? Я скажу про этот такой интересный тренд. Есть институт по стратегии компании Airbnb. Его зовут Чип Конли. Он по стратегии и гостеприимству. Он занимается, чтобы в компании было хорошо клиентам. И он говорит, такой термин вводит. Есть класс людей, новые старейшины. Это люди, которым около 50 или старше, которые при этом умеют быть в контакте с молодым поколением, с миллениалами, с игреками. У них эта связь не разорвана. И эти люди, обладая жизненным опытом, прежде всего, менталинсальным интеллектом, который развивается с годами, пониманием разных нюансов, разных ситуаций, они могут очень многое привнести в компанию, если это качество, если штекер есть. Поэтому для меня вопрос в вашей индустрии, где все-таки это IT, это разработка, это веб. Конечно, все, скорее всего, находятся в этом. Много игреков. И сейчас тренд идет дальше в Z. Поэтому важно, чтобы это были те, которые то, что вы понимаете, чувствуют. Поэтому я бы смотрел не просто по возрасту, а смотрел бы по наличию этого контакта. И также тренд, который есть сегодня в мире, что самые сильные компании – это те, кто могут работать кросс-поколенчески. Которые совмещают в себе, вот как бы, да, и тех, кто родился в интернете, и для кого эта среда вот такая, естественно, и тех, кто вот, ну, в других слоях присутствует. Поэтому я считаю, что тут нужно смотреть на конкретного кандидата. Есть ли эта способность? Отличный ответ. Спасибо, Филипп. Цель программы «Битрикс24 спрашивает» – это, конечно же, практическая польза для ее гостей. Анна, хочу в финале программы спросить. Есть какая-то практическая польза, что-то, что вы сделаете, когда вернетесь в свою компанию после этой передачи? Да, конечно. Ну, во-первых, я прислушаюсь ко всем советам. Но первое, что я сделаю, возможно, прямо сегодня, это веду такой некий тайминг на пользование телефоном. Отлично. Потому что я постараюсь на эти время как раз просто убрать телефон, даже вот не класть его рядом, а убрать, в принципе, и устроить, может быть, если пока что не субботу, то, возможно, какой-то там буквально хотя бы час для начала в день просто без телефона, без использования мессенджера, соцсетей и посвятить время себе, семье и каким-то увлечением, возможно. Мне кажется, очень хорошее решение для баланса между семьей и работой. Друзья, у нас в гостях были Филипп Гузенюк, наш эксперт, и Анна Чижова, наш гость. Большое спасибо всем участникам. И это была программа «Битрикс24 спрашивает». «Битрикс24 спрашивает». «Битрикс24 спрашивает», «Битрикс24 спрашивает», «Битрикс24 спрашивает». «Битрикс24 спрашивает», «Битрикс24 спрашивает», «Битрикс24 спрашивает».